Февраль 2017 год. Служение духовной брони, которую Бог дал в руки Роберта. Я начал молиться, и сила охватила мое тело и я не переставал говорить на иных языках. Святой Дух все контролировал и не переставал молиться. У меня было видение, где миллионы демонов выходили из морей, лесов, гор из глубин, поднимающихся к земле и воздуху. В каждом месте есть седалища, где они встречаются. Я увидел демонов, вызывающих тайфуны, торнадо и ураганы, которые разрушали дома и здания. Я видел морских демонов, которые имели рыбью чешую, они топили судна. Также видел демонов в воздухе, которые сбивают самолеты. Небо кишит черными облаками, все эти демоны разрушают природу. Воздушные демоны также атаковали церкви с облаков, бомбардируя их своими дротиками. Я увидел демонов беззакония. Миллионы из них распространяли всевозможные грехи в местах, куда не дошло массовое развращение. Эти демоны несли грехи в дома через телевидение и интернет. Они несли грехи на кафедры в церквях. Я также видел демонов греха, которые делают ловушки, чтобы заставить верующих впасть в грех. Они являются мастерами в организации духовных засад. Эти демоны прячутся, чтобы сбить с пути овец и привести их души в ад. Я видел похитителей душ, которые подстерегали нечестивых. Я говорю тебе, что если ты еще не отдал свою жизнь Иисусу, ты участвуешь в пиршествах этого мира. Ты в опасности, беги к ногам Иисуса, пока есть время. Для христиан, которые играют с Богом, еще не оставили грех, если вы еще живы, то это потому, что Бог не позволил демонам убить вас. Искренне обратитесь, пока не поздно. Эти демоны питаются вашими грехами и становятся сильнее в вашей жизни. Они действуют в телах верующих, которые не освобождены, для достижения своей цели. Именно эти демоны склоняют людей ко греху и до сих пор используют пастырей, чтобы побуждать людей грешить. Эти бесы наблюдают, чтобы святые согрешили. Легиона, это демоны греха, они пачкают духовные одежды христиан. Они входят в дома христиан, чтобы развратить их. Они окружают дома христиан, чтобы уничтожить их, ожидая, когда те совершат грех. Чтобы у этих демонов были законные основания поселиться в их домах. Они не были разрушительны для их чувственной и материальной жизни, но для духовной, которая для них важнее всего. Их задача, удерживать верующих от общения с Богом, и тысячи из них делают это во всем мире. Я видел легионы интеллектуальных демонов, изобретающих новые доктрины для их внедрения в церкви. Их цель состоит в том, чтобы приумножить их учения в теологических колледжах, чтобы создать множество плотских проповедников. Эти демоны смешивают Евангелие истины с плотскими учениями. Они добавили что-то еще в Евангелие. Они изобретают ереси, вдохновляют лжепророков во время проповедей, а также при публикации их книг. Эти змееподобные духы подобны тому, которые были в Идемскому саду, обманувших Ео, они шепчут в уши лжепророков. Эти учения не порождают ни вечную жизнь, ни помазание Святого Духа. Они разрушают духовную жизнь тех, кто учит и слышит эти учения. Я также видел демонов и их слуг на службе тьмы, несущих ереси, добавленное в Слово Божье, в свои дома. Это были другие виды демонов, они жалили всех людей, которые слушали проповедуемые ереси лжепророка. Любой, кто позволил ереси войти в их сердце, был ужален. Иисус сказал, Души этих людей были заражены с того момента, как они поверили лжи. Я мог видеть, как силы ада поднялись из бездны на Землю. Эта сила вышла, чтобы дать силу ведьмам и уже пророкам различных религий. Эта темная энергия исходила на Землю из разных духовных измерений, таких как из-под земли, воздуха и морей. Эта черная сила возникла из этих мест, как темное поле, которое распространяется по разным уголкам Земли. Я также видел демонов, высасывающих мир, радость и счастье из людей, которые не имеют близости с Богом. Демоны болезни. Я также видел многих из тех демонов, у которых были шприцы с жалом, они водили болезни людям, которые не знали Иисуса, что привело многих к смерти, а некоторые были госпитализированы в больнице. В этих больницах уже есть люди, приговоренные к смерти из-за этих демонов. В моем видении я переместился в большую церковь, и я мог видеть этих демонов с жалами в их перчатках. Были также демоны, которые приносили в церкви материальные и касающиеся чувств благословения. Они перемещались внутри церкви, раздавая благословения. Я видел демонов процветания с чемоданом, полным денег, готовыми заключить договор с пастырами. Они шли в церкви, чтобы купить пастырей, которые еще не развратили себя. Эти демоны изменили состояние людей, оставив их более встревоженными, неспокойными. Они становились одержимыми и делали абсурдные вещи. Бесы изменили их личность и произвели в них злые плоды. Демоны, которые вошли в людей, сопротивляются и не покидают их жизнь с легкостью. Что привлекает демонов в твою жизнь, так это грех. Демоны чувствуют запах безакония, и устраивают гнезда внутри людей, которые не оставляют грех. Есть класс демонов, которые живут в людях с детства и до старости. Это постоянные демоны, которые никак не покидают, не выходят. Нужна жизнь отречения и посвящения в посте и в молитве, чтобы изгнать их. Я уже изгонял демона, который жил в человеке в течение 30 лет. Эта женщина посетила много церквей для освобождения, но ничего не происходило. Он не хотел покидать свою прежнюю обитель, пытаясь противостоять моей власти, пока я не измучил его огнем Святого Духа. Этот демон закричал от того, что не мог вынести присутствие Бога в моей жизни, и быстро ушел. Женщина была свободна от беспокойства, которое приносил ей этот демон. Он по-прежнему угрожал вернуться в это тело еще с семью демонами, если женщина не будет жить святой жизнью. Они занимали все пространство внутри тела, и не каждый может изгнать такой вид демонов, только тот, кто живет святой жизнью. Демон гомосексуализма, в молодом человеке, никогда не проявлялся в церквях, он сопротивлялся молитвам пасторов, у которых не было власти. Этот молодой человек верующий и участвует в причастии. Его пастор не знал о его гомосексуальном образе жизни, и он попросил своего пастора помолиться за него, сказав, что ему нужно от кое-чего освободиться. Его пастор молился за него, и ничего не происходило. Этот молодой человек стыдился сказать своему пастору, что ему нравятся мужчины, но попросил его помолиться за его освобождение. Этот молодой человек признался в своей проблеме гомосексуализма только пасторам, и людям из других церквей, которые его не знали. Пастори молились и повелевали, изгоняли, но демон не проявлялся, сопротивляясь духу молитвы и власти пасторей. В конце концов он сдался, больше не просил молиться за него, и принял свою ситуацию. Он пришел посетить мою церковь. Когда он зашел в церковь, он почувствовал себя плохо и упал. Взволнованные братья подняли его с земли. Я мог видеть демона внутри него. С вершины алтаря я приказал демону покинуть это тело. Демон оставил его, и я увидел, как он выглядел. Это вид демона гермафродита с двумя полами, у него были женские гениталии впереди, и мужской орган сзади. Он выглядел, как хамелеон, и когда увидел меня, покинул тело. Они никому не подчиняются, и противостоят проповедникам, которые не отрекаются от мира. Если церковь не имеет власти, то сколько жизней отдана демонам? Вы не понимаете, насколько сложен духовный мир. Есть вещи, которые я видел, и не знаю, как их описать. Я раскрываю темную сторону этого мира, которую многие верующие не знают. Сил и зла действуют во всех измерениях земли, приходя с севера, юга, востока, запада, выходя из небесных, космических областей, над облаками, и из бездны на землю. Дети тьмы также обучены, и если вы хотите броню Божью, чтобы сражаться, отрекитесь от греха. Перестань делать то, что не нравится Богу, откажись от греха, и удали все, что отделяет тебя от Бога. Как облечься в броню Божью? Изучение слова и постоянная молитва дадут вам силы, и помазание для битвы. Господь сказал, я хочу, чтобы ты умножал учеников истины, производил солдат для моей работы. Я стремился подготовить этих солдат, к Царству Божьему. Только те, кто духовно подготовлен к битве, победят эти легионы. Люди, которые духовно укреплены и стали сильными в Святом Духе, не поражены этими демонами. Я встретил евангелиста по имени Бенедикт, который беспокоил дьявола. Он имеет опыт в духовных испытаниях, и только за один день он приобрел более 400 душ в тренажерном зале. Он арендовал этот тренажерный зал на свои деньги и имел отличную финансовую стабильность. Он арендовал его для евангелизации и получил сильный ответный удар из ада. Из-за этих душ, которые пришли к Иисусу, в результате его проповеди, Сатана коснулся его материальной жизни и забрал у него все. Дьявол использовал его босса, чтобы уволить его с руководящей должности. Его жена, привыкшая к жизни в избытке, не выдержала трудностей и бросила мужа. Чтобы женщина выдержала испытания в трудные времена, она должна быть молитвенным воином. Этот человек стал безработным и был оставлен всеми. В полной нищете. И все же он продолжал делать Божью работу. Сатана думал, что ударив по материальному благосостоянию, он победит, но ошибся, потому что тот был крепок духовно. Дьявол не сдался и коснулся его плоти, сделав его больным, но он продолжал трудиться с большим трудом. У него была любовь к работе, но больше всего он был духовно активный, деятельный. Доказательством того, что он стоял крепко, было то, что он молился каждый день и продолжал молиться, не останавливаясь. Больной и без своей жены у него все еще были силы, чтобы совершать труд. Я увидел свет, окутывающий все его тело, и именно это помогло ему устоять. Тот же самый свет осветил всю его комнату, где он молился и стал одиноким. Когда он плакал, ангелы спустились, собрали его слезы и поднялись на небо. Даже твои слезы не останутся на этой земле, никакие следы праведности, потому что они святы. Хотя люди оставили его, Святой Дух не оставил его. Он не одинок, Бог знает его дарования. Сверхъестественная сила заставила его продолжать духовную войну с высоко поднятой головой. Когда я молился за него, я увидел пылающий огонь рядом с ним. Голос сказал, что это для того, чтобы согреть его душу. Сатана может забрать все из вашей церкви, но он не может забрать Святого Духа из вашей жизни. Потери семьи, денег, машины и жены не являются доказательством поражения. Самое большое поражение человека, потерять его духовную силу и дальнейшее спасение, которое он получил от Бога. Но сегодня есть верующие, которые колеблются от чего-то и легко уступают, останавливая свою молитву и завоевание душ. Ничто не может остановить истинного христианина, следовать за Иисусом. Многие падают духом, когда они что-то теряют, или когда они не могут что-то получить. Все это становится причиной для того, чтобы отказаться от своей короны вечной жизни, и обменять ее на что-то земное и временное. Кто бы ни трудился на Неве Божьей, он получает большие духовные способности. Бог призвал свою церковь служить на жатве, а не праздно стоять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok